Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет опять очередной технический выпуск, который у нас будет проходить в рамках подготовки нашего перехода Тихого Океана. Итак, мы будем ставить на лодку второй запасной автопилот. Если вы помните, мы его купили на барахолке, которая проходила на Сан-Мартене. Мы об этом делали видео. И вот пришло то время, когда мы вот это будем ставить непосредственно к нам в лодку. Ну что, погнали! Убираемся. Что у нас здесь есть? Так, провода. Смотрим. Они, кстати, пооткусывали очень грамотно. Теперь можно понять, где какие есть. Так, Power. Вот это вот. Это просто подключение юнита, калькулятора к бортовой сети. Вот это подключение мотора. То есть, это именно на гидравлику. Так, это электроклатч плюс-минус. Отлично. Сюда у нас пойдет ситок, ситок. Это, чтобы вы понимали, это вот этот вот разъем. Надо будет его здесь сделать, ему кусь. И сюда вставить ситок. Потом InMea. InMea дату мы не получать, не выдавать не будем, потому что я хочу сделать самостоятельный юнит. Поэтому мы их сейчас просто уберем. Так, Radar Feedback. Так, Radar Feedback у нас находится вот. То есть, он показывает угол пера руля. Кстати, вот этот Type 300, 12-ти вольтовый, он работает совершенно спокойно без Radar Feedback. То есть, ему все, что нужно, это компас. А, кстати, компас у нас вот идет. Вот он. То есть, вот такая вот штука, она ставится вот так на стену. И по направлению движения это будет по носу. Главное, чтобы не было сильно никаких электрических помех вокруг. Вот, я так понимаю, что это он, потому что... Сейчас я найду. Вот зачищенные разъемы. Здесь их 4. 4. Нет, это не оно. 4. Это вот. Это Radar Feedback. Все правильно. Это Radar Feedback. Вот это компас. Здесь их 5. Вот они идут сюда. Radar Feedback. Тут их идет 4. Они идут сюда. Ну, собственно, все. Так, что у нас есть еще? У нас есть Реймариновская сама система управления. Сюда просто втыкается сеток. Ну, а эту штуку кусь. И идет сюда. И, естественно, к этому всему мы будем подключать гидравлику. То есть, пока у нас всего хватает. У нас даже есть мощные электрические провода, к которым мы это все будем подключать. Ну, что ж, давайте. Так, тут у нас находится гидравлика. Кстати, гидравлику мы проверяли. И есть еще второй запасной Реймарин пульт управления. Причем, видите, он немножко... А, я тут не показывал. Ну, короче, этот лучше. Тут у нас живет Володя. Как всегда. Кто его выпустил? Давай. Какие-то перья птицы. Тут у вас живут птицы, а не Володя. Линдер. Так, вот видите, вот эта коробка Семрад. Это наш автопилот, который... Калькулятор автопилота. И я думаю, что где-то сюда же, может быть, вот сюда, мы пристрем автопилот. Вот этот Реймариновский. Давай забираем. Тяжелый. Ну, уже не такой там мотор был. Забрал. Надо сейчас померить, сможем ли мы его поставить или не сможем. Скорее всего, не сможем. Тут некуда. Здесь бы вот что-то такое, подставку какую-то сделать. Как в той стороне. Ага. Она там длинная, ты же понимаешь? Угу. А если сюда? Ну, тут мощная, смотри, какая. Ну, согласен. То есть, будет просто сбоку болтать туда этим. Короче, решили мы с автопилотом следующим образом. Вот эта вот фанерка, мы здесь ее продлим, вот сюда, да, где-то вот до сих пор. Уголками поставим. Вот такая площадочка здесь будет для всего этого. Ага. И на нее сюда вытащим гидравлику, она будет стоять вот прямо сбоку. А саму вот эту вот штуку, цилиндр, мы поставим, он тоже вот будет вот отсюда. Да, вот так вот идти туда. Угу. А мы поставим, в примере. Примерно. Ну, вот так вот, примерно он и будет стоять. Таким образом. Ну, отлично. Его можно даже вот... Ну, это мы тут, я думаю, что тут развернули. Ну, да, это синяя. С шлангом. Ну, что, с этим все понятно. Вот эта вот штука. Смотрите, вот этот мотор, он крутится влево или вправо. Соответственно, он либо накачивает, либо скачивает давление, скачивает масло вот отсюда. Ну, и, соответственно, вот этот шток, он выезжает, либо заезжает. То есть, а если нужно сделать там сверхусилие, чтобы заблокировать этот шток, здесь вот есть такой электромагнитный клатч, то есть сцепление. Очень простая штука. Вот здесь магнит. Когда магнит включается, там клапана, он их просто перекрывает. Ну, и, собственно, и все. И масло никуда не заходит, не выходит. И получается большое усилие, собственно, которое удерживает лодку при больших перегрузках. Ну, такая простая система. Ну, что, саморезы, болты, шайбы, гайки там, в той коробке. Главное, чтобы не пошла вода в этой дырочке. Ну, да, там же непонятно, что с другой стороны. Пошла вода. Лоды нет. Видимо, вышиватор линий взяли. Там не отсюда. Я проверяю. Гвоздь не от той стены, что ты делаешь. Тестная внимательность. Прекрасная длина. Или длинноватый? Шайбочки. Шайбы. Или гаечки. Шайба, гайка. А, и шайбы, и гайки? Да. Ну, значит, надо их пристраивать. Пока оставь. Может быть, там его, это, надо будет куда-нибудь. Куда? Куда-нибудь. Например. Не знаю. Ну, он же, вот к этому. Ну, да, к юниту будет идти, конечно. Ну, в ту сторону надо. Надо сейчас здесь будет все собрать, а потом юнит. А ему хватит места здесь? Не, я имею в виду здесь собрать снаружи, чтобы его там. Я понял, я понял. Ему хватит места. А шланг длинный. Я думаю, что вот так вот. Может, даже чуть ближе сюда. Ага. Ну, чтобы было хоть как-то немного удобно, блин, туда залезть. Ну, даже дальнюю. Ну, посмотри. А дальнюю это наживить, а то с той стороны. Стой. Откуда? А там есть. Ох ты бля, это будет тяжело. Да нет, я не думаю. Можно сюда его даже еще больше вытащить. И тогда просто отсюда рукой туда и достать. Все, просто ключом вот туда. Да, мне кажется, так нормально. Вот так? Да. Окей. Тут есть вот какой-то кронштейн для ручки какой-то, видимо. А это старое, это уже не важно. Неаптуально, да? Тепленько, да? Мокренько. Так, тут, ага, тут мог бы быть проводок. Окей. Не знаю, я в такую температуру это все делаю. Что, вот поставил радар фидбэк? Чуть-чуть. Шланг сейчас перекрутить. Чтобы наливать можно было. Ну. Электричество. Так и есть. Гидравлику. Вот так оно у нас и будет сделано потом. По-настоящему. Ничего нет надежнее вот такой санкорудки. На самом деле нам нужно просто проверить работу самой системы. Потому что мы уже все, в принципе, подключили. И уже все элементы установлены. Ну, а для установки вот этой вот всей гидравлической системы нужно будет сделать табуреточку усиленную. Поэтому, ну, в целом систему проверить очень бы хотелось. То есть, вот этим мы сейчас и заняты. Временная схема. Они нормально, изоленты примотали и все. И плавание. Это не отвалится никогда. Даже без изоленты. Если синее примотать, это навсегда. Вот мы вот так это все подключили. Выглядит профессионально. Внутри вам лучше это вообще не показывать. Лучше не показывать. Не ходи туда, не надо. Не надо. Короче, вот мы подключили к нашему старому автопилоту. То есть, старый автопилот наверняка сейчас свалится в Эрор. Но у нас будет независимый другой. Короче. Драйв. Калькулятор. Все системы подключены. Ну что, проверяем? Проверяем. Тыц. Мы, кстати, водичку делаем параллельно. Ну что, мы на самом деле... А, давай отключим эти рули. Давай отключим рули. Радар показывает. А радар у нас вообще подключен. А, он же у нас отключен. Не-не, это здесь, который на приборе показывает. Который наш работает. Standby. Standby by the way. 177. Кстати, компас работает. Смотри, 177. 175. Значит так, компас работает. Может, тот поставим? Давай тот поставим. Ну, во всяком случае, сам юнит работает. Ой. Хаба. Ну что, работает? Ну, тоже какой-то прогревший. Подгорел. А здесь мы показываем 193, 194. Там 177. А, это магнетические. А там, наверное, true. Но он все равно не получает. Кстати, у нас руль показывает радар. Смотри, в сторону. А ну, давай крути. Равняет. Смотри. Работает. Смотри, смотри, смотри. Опа. Опа. 202. Ну, это компас показывает. Калибровочка еще тут. Ну, это сделаем, да. Ну, внимание, проверяем. Слушай, тема справа не надо ограничить, то есть, датчик, который все поставил. Что мне надо делать? Толкайся. Ух ты. Все. Работает. Ха-ха. Дина. Ну и дела. Горшочек не вари. Горшочек не вари. Стэнбай, стэнбай. Ну все, у нас есть рабочий автопилот. Теперь нужно этот юнит подключить. Будет просто на табуреточку новую. И все. Класс. Отлично. У нас сейчас 20 влево, вот он показывает. И у нас сейчас рули стоят на нуле. Значит, нужно его вкрутить вправо. Ты крути, я тебе скажу. Ну, действуй. 10. Еще? Да. Ну, тут уже упор. Значит, надо перемещать. Значит, неправильно собран. Муз. Мне пофиг, ты ж понимаешь. Еще. Еще надо? Ну, уже не могу. Сергей, плавать перестало? Все. Стоп, я упорся здесь. Все. Вот он упор. 30 градусов. Оно в другую. Ну, все. Значит, надо все равно 0 ставить. Он от упора до упора. Давай на 0 крути. Еще. 10. Еще. Ну, у меня здесь не 0. Ну, вот 0, да. Ну, надо переставлять. Вот, у нас здесь уже 0. Вова там сидит в рундуке. И вот этот звук. Вова, чем ты его делаешь? Кричит, иди в жопу. Ну, в таком случае, с моей стороны здесь все хорошо. Вообще, клево сидеть такой, лежишь себе, смотришь в приборчик, а там ругаются и крутят. Давай эту штуку куда-то внутрь и прикручиваю. Еще пока рано. Я сейчас вот эти хобота оценирую. А, ну, привернешь старый автопилот. Да, на исходном, да. Ага. Вот у нас проложены вот эти проводочки. Вот установлен автопилот. То есть вот этот сам юнит-калькулятор. Радар-фидбэк. Вот он снят. Так, он уже установлен, откалиброван. Вова, привет. Привет. Так, здесь у нас стоит... Поставил тягу. Ага, ага. Здесь у нас стоит компас. Ну, все. То есть мы сейчас вернули все в исходное состояние. То есть у нас сейчас подключен первый автопилот. Основной. С радар-фидбэком совсем. Ну, а второй стоит как запасной. Нужно будет только здесь сделать еще тумбочку. Ну, и подключить уже саму гидравлику. Слушай, Вова, а есть ли гидравлику на ту сторону подключить? Ну, так, чисто в теории. Отправляем в урундук. В урундук. Я смотрю, ты здесь запасся шлангами, насосами. Насосами. Короче, у нас сейчас задача. Мы сейчас снимем... Ничего не будем снимать и будем? Нет, не будем. Ложь просто проверить, проверить? Да, я хочу пока только проверить. А-а-а. Тут змеи. Дикие. Вот, вот так вот. Пробуем. Вода не пойдет? А я проверил. Там нет воды. Пока нет. Тут нет воды. Соседи, попробуй. Пробую. Тут тоже нет воды. Вот, два готовы. Дальше молотком. Бывает и удобней. Это уже часть установлена. Сейчас ставим вторую. Гланту вот. Ты думаешь, что? Кругленькую, блестящую. Думаешь? Ну, а потом ту. А может, эту две сразу поставить, а потом куда разводить? Мне кажется, лучше там шланги будут идти все-таки. Ну, сейчас попробую. Вот так. Вот так. А варианты? Нету других. Какой-то уголок сюда вот так ставить. Да, вот так. Ну, в теории, можно. Хотя бы, ну, херозная. А так сильно плохо? Так мы этот, электроклатч внизу берем. Смотри. Вот этот? Ну, да. Ну, окей. Ну, красиво. Мне надо сейчас завалить. Ну. Ты в дно сверли. Да я уже везде, уже... Не от этой стенки гвоздь. Гвоздь? Да. Коротко. Даже вот без шайбы, вот он, вся его вытяжка. Надо больше. Да, еще на сантиметр. Где его взять? В магазине. У вас товаров. У вас они будут так жить. Первый и второй. Первый и второй. Хоба. Хоба. Сегмент вот этот, на котором троса. И сейчас сюда вкручиваем... Вот они у нас, кстати, все троса лежат вот здесь. И сейчас включим, вкручиваем сюда вот эту штуку. Я даже не знаю, болт это, что это такое. Короче, за него будут у нас крепиться автопилоты. Он будет им рулить. Ну что, по-моему, нормально получилось. И сейчас вкрутим туда, вон там даже резьба есть. Но на самом деле, эта резьба временное решение, потому что у нас нет такой гайки, а гайкой мы его все равно потом стянем. То есть он будет закручен и на резьбу, и подтянут гайкой. Фух. Шаг резьбы совпадает? Да, да, да. Мало того, что шаг, даже еще и... Тухенько. Размер совпадает. Что характерно. Опа, все, встал. Резьба не-то? Надо помазать, мне кажется, чем-нибудь. Сейчас приду с маслом. Туго идет или нет? Нормально. Ну что? Должно идти нормально. Попробуй. Нет, ну странно. Слушайте, верю, просто... Ну, может быть, чуть-чуть там... Отличается. Раскадровка не так. Ого. Эта штука сюда вкручена. А сюда может быть... Действительно, сюда радар фидбэк прилепим? Так и сделаем. И мне кажется, там точно такая же, только на другом... У меня есть тоже подозрение, что сюда станет радар фидбэк. И это будет вообще... Я не знаю, почему вы тогда боролись с кусками трубы, раскатывали их. Можно было просто перекрутить на вот сюда вот. И бог с ним, с тем сегментом, который он развалился. Ты абсолютно прав. Я считаю, что можно было просто сюда вкрутить болт и на него перекинуть, как аварийный. Дураки. Видишь, какой опыт. Мастерство не пропьешь? Да, кстати. Это просто... Слишком умные, нужно немножечко успокоиться. У Вовы появилась идея. О том, что наш радар фидбэк, вот эта вот штучка... А как появилась, она никуда не уходила. Эта идея. Крути давай радар фидбэк. Что стоишь? Итак, внимание, проверяем. Хоба! Прямо с нарезанной резьбой. Мы просто берем вот с обратной стороны на два винтика. Вот это вот все прикручиваем. Крутяк. Прямо в лунда барский. Прямо вот... Вот. Ой. Куда же идеальнее? Вот реально вообще получилось, как будто его отсюда никто и не снимал. Ха! А сюда мы потом гаечку такую найдем. Ну там резьба есть. Резьба, да. Она уже держится. Да, да, здесь хорошо держится. А потом мы сюда еще наденем гайку с шайбой и все. Вуаля. Так. Теперь это все надо будет сейчас хорошенечко подтянуть. Так, и проверить. Троса. Ну, троса, по-моему, нет. На всяком случае на одну сторону сегмента он идет, а потом мы его подтюнем. Это наверх, потому что тот нижний. Ну, он так, как у этого, сибаса нарисовал. Я сейчас поправлю, я поправлю. А я сейчас... Не-не-не, стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Поставлен сектор на месте. Троса отрегулированы. Сейчас проверяем. Нормально, люфта нет. Все, отлично. Так, теперь начинаем подключать, собственно, сам автопилот. Володя уже пошел биться с этим демоном. Я говорил, тебе масло надо? Смазка? Сюда, давай. Мы говорим, что на Карибах тепло. Мы имеем в виду действительно тепло. Давайте я вам сейчас покажу набор с инструментами, который у нас немножечко постоял на солнце. Видите, вот он весь мятый. Растаял. Он растаял. Это его солнцем растопило нахрен. Потому что пластик. Да, пластик. Нагрелся. Его уж в руки, наверное, взять нельзя. Ну, я бы не хотел. Чернушный анекдот вам расскажу. Жена попросила мужа покупать ребенка. Вдруг из ванной такой крик. Жена забегает. Осмотрит. Муж в ванне с кипятком такой, что от нее дым идет. Плоскогубцами держит ребенка за ухо. И так по ванной водит. Ребенок орет, потому что горячо. Ухо больно плоскогубцами. Говорит, что ты делаешь? Что ты делаешь? Он такой, ты что глупая? Такой горячей воды налила. А то руку засунуть не могу. Пришло время поставить вот эту штуку. Наверное, вот здесь ей хорошее место. Ну, приблизительно вот так. Она будет под крышечкой. Будет незаметно. Отлично будет. Мне кажется, хорошо. Экономный. Вот так лучше. Молодец. Я знаю. Режь. Ой. Вода не потекла. Я пониже сейчас возьму. Нет еще. Еще нет. Режь. Режь. Брутально. Меряем. Вверх ногами. Вверх ногами. Нет крышечка. Соброс не решится. А, блядь, опять крышку поменяй. О, нормально. Ну, выглядит ничего так. Просто повезло. Вова. Ты там долго будешь сидеть? На тебе пиво. На тебе бумажку. Ну, кто там какался? Ну, кто там какался? Это начать сверху. Настаиваешь или предлагаешь? Ну, во всяком случае, сеток у нас уже есть. Сеток. Вот у нас он сделан под проводочки, которые идут в автопилотку. Окей. Ну, нормально. Можно собирать. Ну, пойдет. Да, вот смотри, синяя изолента, все надежно. Рисков нету. Риски минимальные. Синяя изолента. Минимизированные синей изолентой. Синяя изолента. И пиво. С красной полоской. И причем у нас все получится собрать, я уверен. Получилось? Да, получилось. Теперь тебе дать кусь-кусь и страйп. Сейчас я проводочек все-таки проведу, а потом будет страйпы, а потом будет кусь-кусь. Все будет в рамках технологической карты. Понятно. Так, вот у нас получается ротор фидбэк. Видите, какой угол? Мне это не нравится. Я хочу, чтобы угол был ровно. То есть, эту штуку... Опять эта рука здесь. То есть, эту штуку надо поднять, для того, чтобы угол был нормально. Потом вот у нас идет нижний. Это цилиндр, который идет основного автопилота. И вот верхний, это тот, который мы туда прикрутили. То есть, я думаю, что вот так это все и будет стоять нормально. Единственное, что нужно будет смазать еще троса. И вот у нас есть два провода, которые... Один это подключение автопилота, второй электрик-клач. То есть, нам нужно будет его вот сюда клач сделать и подключение, ну и, соответственно, подать питание. То есть, у нас еще есть небольшие дела, которые нам нужно будет сделать. Вот так вот мы и подключаем этот второй автопилот. И вот, друзья, напоминаю вам, что нужно поставить лайк и оформить подписку на наш канал, проверить. Потому что, вы видите, даже здесь, даже здесь внутри лайки идут. Не забываем, пожалуйста, подписка, колокольчик. Вот еще один раз в руках залезло зачем-то, непонятно. То есть, лайки можно ставить кратно трем, не кратно двум. Так, здесь у нас все готово. Мотор, радар фидбэк. Питание я сейчас временно взял от старого автопилота. Ну, от установленного на лодке. Потому что, ну, сейчас мы проверим. Сейчас я не хочу провода тащить куда-то и откуда-то забирать. Потому что у нас здесь предохранитель только на электрику есть, а мощных нету. Поэтому мы сейчас его будем подключать, ну, так чисто формально, чтобы проверить работу. Ну, что ж, запускаемся. Ну, и нужно будет поднять немножечко радар фидбэк. Но это все решаемо легко. Так, погнали, включаем приборы. Что у нас здесь? Стэндбай. А ну, стэндбай. Так, это видно его не очень. Так, угол вот. Серединка. Ну что, проверяем? Engage. Странный звук. Короче. О, да, снялась. Все. Вот этот вот уголок, блин, говно, упирается в цилиндр. Не, так не упирается. Стоп. Стоп. Назад. Ну, надо его красиво спилить. Ну, замечай, сколько. Замечай, короняш. Тогда просто спилить его весь. Заподлицо. Заподлицо. Или... Не, ну туда. Весь этот сегмент и начинаем пилить. Вот эта штука. И вот так мы ее сейчас спилим. Это лишнее. Нормально. Да-то что. Для пиля. Для пиля. Для пиля. Я знаю. Где-то вот так вот. Ну ничего. Ну, это уже. Тусуйтесь дома. Да, эту. Пробирайтесь. Пилу и не очень хорошо. А вот болгарин пойдет. Так он же румын. Нет. Босх. Босх. Что-то пошло не так. Уже больше половины прорезал. Нормально. Можно уже так и оставить. Просто взять и вот так вот пилить. Да. Вот так. Ты с той стороны, я с этой. Лишние детали. Тюнинг. Зашлифовать может быть? Краешки? Ну да. За избежание конфликтов. Все работали. Нормально. Сергей, тогда я бы не выкидал. Приварить, если что-нибудь? Нет. Выколоточка. Что-нибудь такое. Опять же, алюминий можно на лоб сдать. Да получил тогда сдать, чем вот то. Вжик. Хр-хр-хр. Сказала японская бензопила. Сказали мужики. И пошли пилить пилой. Получилась вот такая красивая часть. Было? Осталось. Конечно, это все намного быстрее получается. То есть я пока скручиваю сегмент. Этот сектор. То Вова там уже все подключает. Две минуты. Снятие и постановка барабана на место. Не, не в ту сторону, а в другую. Да, все отлично. Все, супер, класс. Все отлично. Ну что, автопилот проверяем? Проверяем. Авто. Плюс 10. Все. Это вот его... Нет? Еще? Все. Вот это он уперся. Ну вот, короче, где-то так. Он пока работает. А как это будет вообще дальше, я пока не знаю. Нужно проверять, уже будет непосредственно на воде. Ну что, возвращаем все обратно? На исходную. На исходную? Нет, пускай лавочек работает. Да. Подключен здесь автопилот. Подключены две системы параллельно. И он даже смазанный. Угу. И обратно. Супер, спасибо. Друзья, наш технический выпуск опять подошел к концу. Теперь у нас на лодке будет стоять два автопилота. И в зависимости от того, что случится, если один поломается, второй мы всегда сможем использовать. Проверьте подписку. Нажали лайк. Комменты. И до встречи через несколько дней. Пока. Субтитры подогнал «Симон»